Дорогие друзья, это лекция из нашего курса «Как революция изменила русскую литературу», который читает Мариэта Чудакова, один из главных специалистов по истории советской литературы. Послушать курс целиком можно в мобильном приложении «Радио Арзамас». Там же вы найдете десятки других курсов и подкастов. Кстати, подписку на приложение можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy.com ввести промокод «Ликвидация». Скачивайте и подписывайтесь на приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. Арзамас представляет курс Мариэта Чудаковой «Как революция изменила русскую литературу». Лекция первая. Новая жизнь русских литераторов. Сразу после октября, то есть буквально через два дня, 27 октября 1917 года, или по новому стилю 9 ноября, Ленин сдал декрет о печати. Я его процитирую, потому что он довольно-таки важный. В тяжкий решительный час переворота и дней непосредственно за ним следующих Временный революционный комитет вынужден был предпринять целый ряд мер против контрреволюционной печати разных оттенков. Немедленно со всех сторон поднялись крики о том, что новая власть нарушила таким образом основной принцип своей программы, посягнув на свободу печати. Сделаю паузу и скажу, что, конечно, нарушила. Нет никаких сомнений. Рабочее и крестьянское правительство обращает внимание населения на то, что в нашем обществе за этой либеральной ширмой фактически скрывается свобода для имущих классов. Захватив в свои руки львиную долю всей прессы, невозбранно отравлять умы и вносить смуту в сознание масс. Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из могущественных оружий буржуазии. Ну и так далее. Что вот теперь он её это всё убирает. А дальше замечательные слова. Как только новый порядок упрочится, всякие административные воздействия на печать будут прекращены. Для неё будет установлена полная свобода в пределах ответственности перед судом согласно самому широкому и прогрессивному в этом отношении закону. Трагикомическая черта заключается в том, что, как пишет Ленин, когда новый порядок упрочится. Но всё произошло с точностью до наоборот. Цензуру отменили тогда, когда порядок, введённый Лениным, рухнул после 1991 года. До этого была очень жестокая цензура, так называемая предварительная, которой во всём мире не было давно уже. То есть цензор читал верстку произведения, и если ему она не нравилась, не годилась за печать, она в печать не попадала. И вот дальше главное – общее положение печати. Вот они-то на литературу и подействовали сильнее всего. Значит, закрытию подлежат лишь органы прессы, которые, значит, первое, призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению рабочему и крестьянскому правительству. Второе, вот это самый важный пункт – сеющие смуту путём явно клеветнического искажения фактов. Вот на этом именно остановлюсь и дальше не буду читать, потому что как только средний литератор, средний, повторяю, читал «Сеющую смуту», у каждого среднего литератора хватало ума понять, что буквально любому произведению можно приписать качество, что оно сеет смуту. И вот что произошло в результате, так сказать, перепуганности большой писателей этим декретом? До этого они подлежали только суду, они могли всё, что угодно, печатать. Духовная была цензура сильная. Это другое дело, что нельзя было, так сказать, порочить имя Божье и так далее. А всё остальное было очень свободно. Считается, что вообще самое свободное время в России было с февраля 1917 года до октября. Полная свобода, печать, слово и так далее. Было огромное количество журналов и газет. Журналов полторы тысячи газет, больше тысячи, где можно было приютиться, как говорится, любому, даже не очень хорошему и даже совсем среднему писателю. Каждый мог найти там место для печатания своего. В одном журнале не взяли, пошёл в другой, в третий, в четвёртый. Можно было. Литераторов вообще в России было очень много. А есть такой просто закон литературы, что потрясающие таланты, они не произрастают на пустом месте, они вырастают из большой массы средней литературы. И были средние писатели, и было даже такое выражение «хороший, плохой писатель». Вот такое оксюморонное, можно сказать, выражение. То есть он средний по своим литературным достоинствам, но, что называется, вполне приличный человек, вполне хороший по своим каким-то моральным качествам, хороший, плохой писатель. Вот это всё исчезло. С момента такого перепуга после этого декрета это всё резко изменилось. Собственно, крупного писателя запугать невозможно. По-настоящему большого писателя, поэта запугать невозможно, его можно только убить, что со многими и проделали, как все знают. А средний писатель, он предпосабливается. И получилось, что в России исчезли вот эти, которых называли «хороший и плохой писатель». Писатели стали искать какие-то лазейки для того, чтобы всё-таки писать что-то такое, что не просто пройдёт в печать, а не вызовет резких нареканий со стороны власти, что за это, как говорится, не посадят, или ещё того хуже, не расстреляют. Расстрел стал довольно употребительным действием. Вот типичнейший пример. Был такой в Петербурге салонный писатель Сергей Ауслендер, племянник Михаила Кузмина. Его романы переиздавались, даже много очень изданий, но они были типичные салонные повести про жизнь такую, значит, светскую. Начинается революция, начинается гражданская война. Он оказывается в Сибири в поезде Колчака и ездит с ним как корреспондент военный. Затем всё кончается трагически. Чехи выдают Колчака, военнопленные чехи. Его расстреливают. Сергей Ауслендер, петербуржец, пробирается в Москву, потому что все стали стекаться с 1918 года в Москву, после того, как Москва стала столицей. Он приезжает и каждую минуту боится, что его просто возьмут и поставят к стенке. И чем же он стал, этот салонный писатель, заниматься? Вот эта эволюция очень типична для того времени. Он стал писать революционные пьесы для детей. То есть стал сеять в головах пропаганду большевистских идей, в которых он в душе, конечно, абсолютно не был им близок. Просто ради того, чтобы жить, существовать, стал писать, как делали и делают нередко средние литераторы. Вот такие вещи. Вот это типичный пример. Бывают неписанные установления. Это были неписанные правила, которые все быстро усвоили. Два, собственно, запрета. Первое. Нельзя ругать Октябрь, Октябрьский переворот. Второе. Нельзя хвалить Россию до октября, включая период Временного правительства. Нигде это не было написано, но это каждый знал. Казалось бы, вот на первый взгляд, то ничего такого страшного, потому что, ну, все мы в детстве играли, барыня прислала 100 рублей, вот как вы их потратили, отвечаете на вопросы, да и нет, не говорите, чёрное и белое не называйте. И мы играли в это, и как-то ухитрялись отвечать, не называя чёрное и белое, и не говоря да и нет. Но оказалось, что даже вот такие малые всего два запрета оказали разрушительное действие на литературу. Например, произошло вымывание из прозы важной для литераторов темы детства. Пожалуй, все сейчас, кто слышит меня, так напрягши свою память, вспомнят, сколько писателей известных обязательно обращались к теме детства. Гончаров, Сон Обломова, детство, отрочство, юность, Толстого и так далее. Оказалось, что о детстве теперь не могут писать. Почему? По очень простой причине. Детство-то у этих образованных людей из хороших слоёв общества было хорошее, а нельзя было хорошее показывать. Должно было детство быть такое, как в романе или повести, кажется, горького детства. Вот это детство годилось. Как его там порол дед и так далее. Вот это очень хорошо. Это годилось для изображения. А вот порядочное детство нет. Исключений были всего два, насколько я насчитала. Во-первых, детство Никиты, прелестное детство и безмятежное в дворянской семье. Повесть, я считаю, одна из лучших, кстати, сказать, у Алексея Толстого, если не лучшая. Как оно проникло в печать? Он заявил, что хочет вернуться в 1923 году, а у него уже была напечатана эта повесть за границей, и он её вёз с собой. А так как он... Вот смотрите, какой сложный ход был в голове у тех, кто ему это спустил, что называется, и повесть эту стал печатать. Сложное такое построение, что он же хотел вернуться в Россию, ну пусть бы уже большевистскую, но он как бы слил это всё вместе, Россия для него была одна. И поэтому детство Никиты, хотя оно описывает дворянское детство, это оно как бы в какой-то степени санкционирует нынешнюю Россию. Вот такой сложный ход. А второй пример, это тоже в 1922 году, то есть почти одновременно, повесть Пастернака «Детство Люверс», девочки детства по фамилии Люверс. Тут всё очень просто. Если бы он назвал детство там Наде Аболенской или Наде Трубецкой, то повесть в печать не попала бы, потому что в России княжеские фамилии всем были известны. Что такое князья были? Это те, кто вели своё происхождение от Рюрика. Они гордились, их родители, что на 300 лет старше Романовых. Вся Россия знала эти имена. Трубецкие, Аболенские, Волконские, Дурново, Уваровы и так далее. Вся Россия знала. Поэтому, так сказать, вот это прошлое, вот это родословие, оно не позволяло бы пройти повести в печать. А Люверс, непонятная какая-то фамилия, то ли немецкая, то ли какая иностранная, она и это, что называется, проскочила. Вот такое простое объяснение вам даю. И вот вымыла из литературы практически тему детства. И хочу прочитать кусок из письма Пастернака своей сестре, которая, он под впечатлением попавшей к нему рукописи Цветаева, из которой он в переписке, очень многословный, у них любовь такая, как бы, заочная, эпистолярная. И к нему попадает ее поэма, поэма конца. Вот известная, сугубо лирическая, сугубо трагическая такая, трагедия любви, где ни капли политики, заметьте, это нам важно будет для дальнейшего, чистая лирика. Он пишет, что, когда вот читаешь такое, пишет он своей сестре Жозефине в марте 26-го года. И тогда чувствуешь, в какой тягостной, но и почетной трагедии мы тут, расплачиваясь духом, играем. Воскресательный знак. И вот дальше важнейшая фраза. Такой вещи тут не написать никому. Вдумайтесь в эти слова, ведь это не политическая вещь, сугубо лирическая. Но Пастернак со свойственным и литературным чутьем безошибочным фиксирует, что уже вот эта лирика, отбито у людей это желание писать лирику, не только желание, но даже возможность напечатать. Есть темы определенные, за которые люди хватаются, что называется, проходные. А вот трагическая любовь, она не годится уже. И, мало того, уже и не будет того уровня у поэтов, чтобы написать такую поэму. Вот это очень такие страшные слова. Такой вещи тут никому не написать. Ах, какая тоска! Тоска! Какой ужасный, в кавычках, 905-й год. Он пишет в это время свою поэму, 905-й год известную. Он пишет ее вполне искренне, описывает впечатление 12-13-14-летнего мальчика, который был вполне за революцию в пятом году. Вполне этот мальчик был революционно настроен. Тем не менее, вот вдумайтесь в это, Пастернак вдруг понимает, что сама приемлемость для печати темы революции, она уже внутренне, разрушительно действует на поэта. И он сам себе ставит диагноз такой, приговор. Какой ужасный, 905-й год. Какое у нас передвижничество! Восклицательный знак. Он слишком хорошо знал живопись, сын живописца. Для него передвижничество в данном случае такое отрицательная характеристика. То есть, по сравнению с полетом поэтическим Цветаевой, для него уже и собственное такое, притиснутое к предметам описание революции, уже передвижничество, революция 905-го года. И вот дальше. Для чего всё это? Для чего? Я это думаю, но долго так, со мной не будет, ты увидишь. Вот какое на него впечатление произвела, ещё раз повторяю, сугубо лирическая поэма Цветаевой. Вот тут что важно. Лирическая поэма показала ему, что пролегла граница между даже эмигрантской поэзией и, конечно, и дореволюционной, и сегодняшней той, которая пишется и, главное, печатается в советской России. Иногда бывает, вот, как говорится, есть писатели, а есть бытописатели. Он, может быть, очень даже вполне талантливым писателем, но главное его качество это бытописание. Таким был прозаик Пантелеймон Романов. И он сумел в некоторых своих вещах отразить, может быть, даже лучше, чем большой писатель, вот сегодняшнее, то, что он описывает, сегодняшнее время. И у него есть такой большой рассказ «Право на жизнь» или «Проблема беспартийности». Вот там действует в этом рассказе такой писатель Останкин. У него не очень хорошее происхождение, родители ему отчасти приходится скрывать, что они из такого более-менее, так сказать, с хорошим имущественным положением класса. Но так или иначе, он как-то устроился и даже время-то время печатается. Если ты, так начинается рассказ, если ты до сих пор существуешь на свете, значит, ты благополучно проскочил через революцию и теперь имеешь право на жизнь, так сказать, за давностью лет. Так думал и неоднократно говорил себе в последнее время беспартийный писатель Леонид Сергеевич Останкин. Думал он так вплоть до того дня, когда в вагоне трамвая столкнулся с одним из своих товарищей писателей, и тот поторопился сообщить ему новость, которая и привела впоследствии к трагической развязке. В то роковое утро Останкин чувствовал себя особенно хорошо. Он сидел в сквере и ждал трамвая, чтобы ехать в свою редакцию. Весеннее солнце, весенние летние костюмы, женские лица, все это давало ощущение радости и легкости наладившейся жизни. Сам он владел синюю блузу с отглаженными складками из хорошего дорогого материала без воротника, а с вырезом, из которого виднелась чуть-чуть сорочка и мягкий воротник с галстуком в виде черного бантика. Желтые туфли необыкновенно шли к синему, особенно, когда он садился и поддергивал на колени брюки повыше. Он всегда их так поддергивал, чтобы видны были красивые, модные, носки с квадратиками. Этот костюм давал ему реальное ощущение того, что Жень вошла наконец в спокойное русло, когда тебя уже никто не остановит и не спросит, почему так хорошо одет и из какого-то класса. Если бы кто-нибудь спросил его, почему он таким щеголем ходит, Леонид Останкин с удовольствием ответил бы ему давно приготовленную на этот случай фразу. Я горжусь тем, что Республика Советов может так одевать своих писателей. И было даже досадно, что никто к нему с такой фразой не обращался. А с другой стороны, если не обращались, то значит, Жень действительно крепко вошла в берега и бояться уже нечего. И только иногда у него мелькал испуг, вдруг что-нибудь может пошатнуться. Вот это Пантелеймон Романов передает характернейшее ощущение вот такого среднего литератора. Вот что произошло резкая перемена в сознании у средних литераторов, которые раньше в дореволюционной так сказать России никакого у них страха не было. Жили себе и жили. Ну, какой есть талант, какой Бог дал, такой и есть, и печатаемся помаленьку. Не было страха. Вот тут очень важно. Появился страх, значит, что что-то может перемениться. Переменится политика по отношению к писателям или еще что-нибудь. Это жило в нем как смутное ожидание. Хотя оно все слабее и слабее проявлялось, так как никаких внешних толчков не было. Но при малейшей тревоге у него все-таки каждый раз йокало сердце. Вот он залезает, значит, трамвай, и, оглянувшись, он увидел знакомого писателя. Тот поздоровался громко на весь погон и спросил таким тоном, от которого у Останкина что-то йокнуло в том месте, где у пугливых людей находится сердце. читали? «Останкин» «Что так строго?» «Вот вам и строго!» Останкин сделал вид, что к нему это немало не относится, нисколько его не беспокоит, и заговорил о другом. Но он почувствовал, друг, как вся радость жизни исчезла и заменилась тягостным, сосущим ощущением подложечкой. Ему хотелось спросить, в какой газете это напечатано, но не спросил, чтобы не подумали, что он испугался. Но он действительно почувствовал такой испуг, как если бы он подделывал векселя, и ему сказали бы, читали? Обнаружена подделка векселей, принялись затщательные поиски подделывателей. Трудно было бы при таких условиях быть спокойным и благодушно взирать на Божий мир. И дальше разворачивается на протяжении большой, довольно большого рассказа, повести, почти что, всё, что происходит с этим человеком, как к нему в редакции обращаются, и как он никак не может понять, что же с ним такое произошло. Ведь раньше, если бы его спросили, чем он занят в жизни, он бы только ответил, я занимаюсь литературой, и этого было бы совершенно достаточно. А теперь на протяжении всего рассказа показано, что это совершенно недостаточно и масса чего требуется дополнительного к этому, так сказать, занятию литературой. Вот что произошло практически в результате небольшого документа под названием декрет о печати. В следующей лекции о том, как ликвидируя безграмотность, власть уничтожила язык русских крестьян, какие изменения произошли со словами и как об этом говорила литература того времени. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении Радио Арзамас и что если ввести промокод ликвидация на странице arzamas.academy.com вы сможете подписаться на него с 20% скидкой. Скачивайте Радио Арзамас в магазинах приложений App Store и Google Play.